Всем привет, дорогие друзья! С вами Лисми, и сегодня мы побеседуем с вами о книге «Голубятня на жёлтой поляне». И написал её наш с вами любимый Владислав Крапивин. Ну и, конечно, в начале каждого видео мы с вами говорим об одной интересной теме, о том, как я познакомился с произведениями писателя, который у нас рассматривается. В данном случае это Владислав Крапивин. И с кем-с кем, а с ним у меня прямо подробная история знакомств. Началось всё с книги «Дети синего фламинго». Потом я прочитал его сборник «Летящие сказки». Поистине интересный сборник, и уже основываясь на нём, я судил о самом писателе, о его творчестве и вообще думал, что все его книги написаны вот в таком сказочном русле. На самом деле, все произведения из цикла «Летящие сказки» были примерно похожи. В них затрагивались темы о дружбе, в основном между мальчишками, и также были какие-то фантастические вещи. Например, ковёр-самолёт, или другой необычный для нас с вами мир, или же магические силы природы. Но всё это обыгрывалось, хотя и на фантастическом уровне, но было всё очень легко, понятно и приятно. Как раз для моего в тот момент детского воображения. Мне было тогда 10-11 лет, и «Крапивин» мне невероятно нравился. Когда был август месяц, я наткнулся, а точнее нашёл ещё одно его интересное произведение. «Голубятня на жёлтой поляне». И на самом деле у меня есть ещё много книг «Крапивина». Взять тот же цикл в глубине «Великого кристалла». Однако, почему же я выбрал именно эту книгу, и почему именно о ней мы сейчас с вами говорим? Для начала, на эту книгу я прочитал много разных рецензий. Также мне её советовала мама. И в рецензиях было сказано, что «Голубятня на жёлтой поляне», по мнению людей, которые, собственно, эти рецензии писали, это самое лучшее крапивинское произведение. Ну а так как я уже с книгами «Крапивина» был знаком, то мне стало интересно, а что же такого особенного написал именно в этой книге «Владислав Крапивин». И, если честно, эмоции были самые разные, самые неожиданные. Но я здесь, чтобы рассказать о них именно вам. Вообще, я не люблю рассказывать про сюжеты книги, скорее, про свои эмоции, которые связаны с этой книгой, но в этом моменте мне повезло, потому что даже если бы я любил рассказывать про сюжеты, с этим произведением это сделать бы, наверное, даже не получилось. Книга вообще ещё тот обманщик. Представляете, столько раз обманывать читателя, то я имею в виду, открываю книгу и, как обычно, в первых трёх главах сформировывается какое-то впечатление о произведении. Ну, думаю, со всеми так бывает. Ну, возможно, к середине книги оно переворачивается, если это какое-то фантастическое произведение, как вот это. А нет, здесь оно не один раз перевернулось. Открываем книгу, прочитываем первые три главы, произведение полностью переворачивается с ног на голову и уходит в другое русло. Поначалу было рассказано про космос, потом всё переходит в такое семейное домашнее русло и становится просто реальная обычная книга про друзей. А потом начинаются перевороты буквально на каждой странице. Добавляются всё новые и новые подробности. Помимо фантастических сюжетов, появляются ещё и таинственные, магические и детективные. Книга, по-моему, совмещает в себе самые разные жанры. И здесь Крапивин меня очень удивил. Ну и также хотелось бы сказать, я думаю, это является очень важной частью, что это не просто книга «Голубятня на жёлтой поляне», а непосредственно трилогия. И здесь писатель нас опять же подлавливает. Ну, например, так было со мной. Прочитав первую книгу из трилогии, у меня остались очень волнительные впечатления. Не буду говорить, про что там было именно, но в конце был такой очень волнительный и напряжённый момент. Понимаете? И что ждёт человек, когда происходит волнительный момент в книге? Ждёт какое-то его разрешение в дальнейшем. Я ждал во второй книге, что там сейчас что-то произойдёт, всё будет хорошо. Нет, нет и нет. Здесь Крапивин меня опять подловил. Знаете, очень интересно происходит у него дело. В первой части рассказывается про один мир, про одних персонажей и про одни города, в которых эти персонажи находятся. А во второй части у нас проживают совершенно другие герои. Проживают они совершенно в других городах, и как оказывается потом вообще в другом мире. И вторая книга полностью посвящена им. И самое, наверное, нежелательное, что нужно делать, это пытаться связать первую и вторую часть, когда вы только к этому приступили. Это мне кажется вообще невозможно, если вы читаете книгу впервые. Но почему такое различие в первой и второй части, и что вообще будет в третьей? Легко объясняется такое различие сюжетов. Оказывается, предполагалось, что первая книга и вторая в этой трилогии будут вообще как два разных произведения. Однако потом они слились, и у нас появляется третья часть этой трилогии, в которых уже всё объясняется. В третьей книге нам рассказывают, что не такие же части разные, и что персонажи в них не разные, а в некотором смысле даже одни и те же. Представляете, там одного персонажа вообще так зашифровали, изменили его имя, внешность и поместили во вторую часть, а потом оказалось, что это он. Я не буду говорить вам, кто это. Прочитайте и сами узнаете. В одной части есть сын отца, в другой части. Там в первой части идёт время на 40 лет вперёд, в другой на 40 лет назад, идут параллельные миры, переходы, время, и всё-всё-всё это наслаивается одно за другим. И если честно, я даже уже прочитал всю книгу, начитался рецензии, и знаете что? Я даже до сих пор некоторые моменты не могу осознать до конца. Что с одной стороны как-то отталкивает и, возможно, пугает, а с другой стороны стимулирует вернуться в будущем книге ещё раз. Что я обязательно, просто, пренепременно сделаю. Ну и вообще, наравне с этими всякими фантастическими событиями существует и главная идея о дружбе Владислава Крапивина, и главная идея его книги. Книга должна быть воспитателем души. И это самое главное кредо Крапивина. Ох, друзья, мне кажется, я даже сейчас вас немного напугал всеми этими бурными фантазиями, и, возможно, кого-то от книги даже отпугнул. Чего делать вообще не хотел. Чтобы внести некоторую ясность, расскажу не про сюжет, этого я делать вообще не люблю, а про героев книги, которые, собственно, в ней участвуют. Начинается всё. У нас есть главный герой, я, космонавт, который находит себе четырёх друзей. И что интересно, я, взрослый космонавт, казалось бы, находит себе четырёх друзей не своего возраста, а совсем маленьких детей. Ну как маленьких, наверное, моих ровесников. И автор описывает в книге дружбу, казалось бы, взрослого человека, уже достигшего своей цели, ставшего космонавтом, выучившимся и ставшим серьёзным профессором, с детьми. С беззаботными детьми, которые радуются жизни и познают этот мир. И эта связь поколений на фоне всего фантастического сюжета, который лишь скреплял дружбу этих персонажей, меня очень поразила. Потому что, как так проникновенно и дети учатся чему-то у взрослого, но при этом и взрослый учится чему-то у детей. И потом, казалось бы, они даже с друг с другом не были знакомы, в основном по произведению, но потом, когда их оторвали от друг друга, буквально насильно, это очень тяжёлый момент, потому что друзья, когда они настоящие друзья, находятся по интересам, достаточно буквально несколько дней, чтобы сплотиться и сплотиться навсегда. И если кто-то подумал, что это просто какая-то сумбурная книга и сумбурные фантазии Крапивина, то это абсолютно не так. Книга на самом деле о дружбе. Она учит настоящей дружбе, действительной дружбе, не продажной, не ложной, а искренней настоящей. И опять же здесь противовоставляется образ главного злодея. А скорее, если мы говорим уж про книгу конкретно, эту Крапивина «Образ главных злодеев». Очень интересно наблюдать за целями главного героя и главных злодеев, потому что, чтобы в них разобраться, тоже приходится много думать. У главных злодеев цель такова, они видят смысл в жизни в достижении прогресса. Прогресс, 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 и всё. Больше в жизни для них ничего не существует, и это высшая степень их счастья. Правильно ли это? Рассуждает главный герой на протяжении всей книги. Ведь до какого-то момента, когда он становился космонавтом, для него было так же главным добиться успеха, стать известным космонавтом. А что же происходит потом? Потом на первый в план выходят не материальные ценности и заслуги, а общение. Казалось бы, с кем? С детьми. Но именно дети, чей разум ещё не заполнен всякими проблемами взрослого мира, становятся настоящими друзьями главного героя и помогают ему по-новому взглянуть на казалось бы обычный и понятный многим мир. А оказывается, этот мир совсем не такой, как мы его представляем. Помимо основного единого сюжета, который несёт понятие о дружбе, как ключевое понятие, есть ещё миллионы разных других сюжетов. Здесь и космические крейсеры, которые находятся рядом с мальчишками, принимающими форму ветерков. Также роботы уживаются с ведьмами, а дети путешествуют по разным пространствам. И всё это в одной лишь книге. Совершенно разные эмоции доставляют разные моменты. Здесь можно и посмеяться, и поплакать. Книга на самом деле очень разносторонняя. Но что касается героев, Крапивин тут тоже намудрил. На самом деле я ожидал, что главный герой у нас, космонавт Яр, будет таким идеализированным персонажем, который, может быть, будет допускать какие-то ошибки, понятно, без этого никак, но только по своей глупости. Однако мне он кое в чём не понравился. У него какая-то странная манера общения, иногда даже немного агрессивная. Но если будете встречать здесь Яра в плохом настроении, немножко в агрессивном настрое, так это только потому, что он открыт миру и рассказывает всё, о чём чувствует. А учитывая, что происходит в этой книге, чувствовать ему приходится очень разные эмоции. Как и нам с вами, друзья-читатели. На самом деле, о произведениях Владислава Крапивина и даже конкретно о произведении «Голубятня на жёлтой поляне» можно разговаривать часами, возможно, даже и бесконечное количество времени. Также бесконечное количество времени можно рассуждать над этими книгами, так как писатель по своей специфике, что объединяет произведения и, собственно, «Летящие сказки» и, собственно, «Голубятня на жёлтой поляне», их объединяет то, что писатель нам не доводит мысль до конца, а оставляет на собственное рассуждение то, что он, так сказать, зашифровал в книге. На самом деле, я знаком ещё с небольшим количеством даже его произведений, прочитал его книг, наверное, 10, а у него больше 200 книг и произведений, представляете? А это невероятно много. Поэтому и далее я буду знакомиться с Крапивиной, и, надеюсь, дальше у меня будут выходить ролики на канале про этого писателя. Ну, а на это можете, конечно, повлиять вы. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, понравился или заинтересовал вас Крапивин, а если у вас есть прям какие-то яркие эмоции, то обязательно, просто обязательно напишите какой-нибудь комментарий. Секрет, я отвечаю на все комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте на колокольчик и, конечно же, читайте, дорогие друзья. Читайте и развивайтесь. Ну, а я пойду читать новые произведения Владислава Крапивина. Так что всем удачи, всем пока!